Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. Сегодня в выпуске. Программа по ремонту дорог в Десногорске подходит к завершению. Это последний участок автодороги, который выполняется в рамках выделенных денежных средств Департаментом Смоленской области по транспорту. Десногорцы приняли участие в акции «Зелёная линия фронта». Мы будем высаживать деревья, которые нам предоставили лесничество, и расскажем немножко историю о ветеранях, в честь которого будет посажено это дерево. В Десногорске завершается сезон ремонта автомобильных дорог. Этим летом асфальтное покрытие было обновлено на четырёх участках Атомграда. «Первый – это территория автодороги Н1 от поста ГАИ до поворота на объездную. Второй – это от поворота на Кукуевку до моста через реку Ржавец. Третий – это участок объездной города Десногорска на 11. И участок автодороги Н3 от поворота на рынок до поворота на гостиницу Вега». Весь объём работ этого года прошёл согласно ранее определённому плану, средства на которые поступили из областного бюджета. Тем не менее, рассматривается вопрос о выделении дополнительных денежных средств на дорожный ремонт, который можно успеть произвести до начала осенне-зимнего сезона. Активные и неравнодушные смоляне участвуют в акции «Зелёная линия фронта» – мероприятие родом из Смоленской области и призвано увековечить имена бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акцию запустили на Смоленщине в честь столетия со дня рождения одной из партизанок региона – Любови Кулаковой. Мероприятие постепенно обрело популярность по всей области. И 29 июля свою лепту взяло сохранение памяти о Великой Отечественной войне, несли и жители Десногорска. «Мы будем высаживать деревья, которые нам предоставили лесничество, и расскажем немножко историю о ветеране, в честь которого будет посажено это дерево». Символом акции стала рябина, посадив которую, предлагается увековечить память героя. Десногорским стал Олег Анисимов. Будучи ветераном Великой Отечественной войны, он стал и одним из первостроителей Смоленской АЭС. Волонтёры и представители поискового движения «Долг» посадили в память о ветеране молодую рябину напротив Центра культуры и молодёжной политики Десногорска. «Это дерево мы сажаем в честь ветерана Великой Отечественной войны Анисимова Олега Михайловича. Родился 29 августа 1921 года в городе Рослов в Смоленской области». Несколькими днями ранее к акции «Зелёная линия фронта» присоединился и глава региона. Алексей Островский посадил рябину в Вязьме в память о своём без вести пропавшем на фронте родственнике. Я посчитал принципиальным и важным для себя принять участие в акции «Зелёная линия фронта» посадить вот эту рябину в память о без вести пропавшем на фронте моём двоюродном деде Алексея Яковлевича Анурове, в честь которого 44 года назад родители дали мне имя Алексей. Участие в акции может принять любой желающий. Для этого нужно посадить дерево в память о тех, кто сражался за родину на территории Смоленщины. Затем записать видеорассказ о героических людях и событиях, которые здесь происходили, и выложить ролик в соцсеть с хэштегом «Зелёная линия фронта». Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна-ТВ. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok